Почему эта 15-летняя девушка-подросток выглядит такой несчастной? Может быть из-за дефицита йода в ее рационе, что послужило причиной развития зоба. Йод нужен всем, но он особенно важен для людей, желающих хорошо питаться, потому что многие здоровые растительные продукты, такие как лен, соя и брокколи, содержат так называемые струмогенные вещества, соединения, которые могут мешать работе щитовидной железы у людей с погранично малым потреблением йода. Значит ли это, что нам не следует есть брокколи? Конечно нет. Нам просто нужно получать вместе с пищей достаточно йода. На самом деле это очень просто сделать. Вместо того, чтобы пользоваться обычной природной солью, используйте йодированную соль, и вы наверняка получите столько йода, сколько вам необходимо. Но если по понятной причине мы не добавляем соль в пищу, нам просто необходимо получать йод где-нибудь еще. Любители коровьего молока, скорее всего, получат его, потому что для дезинфекции бидонов с молоком применяют йод, содержащие дезинфицирующие средства. Так что йод попадает в молоко. Лучший источник – морские овощи. Или вы можете получать его в виде мультивитаминных комплексов. Но я поощряю людей распробовать таки на вкус морские водоросли. Это замечательная пища. Темно-зеленые листовые овощи морей. Они даже способны предотвращать онкологию. Морские водоросли подавляют рост раковых клеток человека, и это новое исследование наводит на мысль, что они даже могут оказаться эффективным лекарством для людей, борющихся с раком печени. Морские водоросли содержат много витаминов группы В и минеральных веществ, в частности, таких микроэлементов, как йод. Проблема морских водорослей в том, что из них можно получить слишком много йода. Рекомендуемое суточное его потребление составляет 160 микрограмм в сутки. Но Всемирная организация здравоохранения установила безопасный верхний предел в 1000 микрограмм в сутки. Так что простора для манеров не так много. А для детей он еще меньше – 300 микрограмм, или порядка того, может оказаться уже слишком много для пятилетнего ребенка. В этой упаковке красных водорослей или нори – порядка 50 грамм. Достаточно йода, чтобы взрослому хватило на неделю. В этом красном дульсе – на месяц. В этой макоме – на 2 месяца. А в этом маленьком пакетике водорослей – на 5 лет. Четверть грамма ламинарии – это уже слишком много. Будет трудно растянуть это небольшое количество водорослей на 5 лет. Поэтому я рекомендую обратиться к другим источникам. Только не ешьте хидзеки. Причина, почему морские водоросли такие замечательные, в том, что в них много микроэлементов. Они просто поглощают их прямо из морской воды. Хидзеки, однако, может поглощать также и опасные минералы, такие как мышьяк. Хидзеки – один из видов морских водорослей, поглощает так много мышьяка, что теперь во всем мире правительство предупреждает потребителей не использовать его в пищу. Управление по охране окружающей среды, правительство Британии, Новой Зеландии, Канады, даже Китая. Вот как это выглядит. Обратите внимание на надписи на вот этих упаковках. Больше никто не должен есть хидзеки, по крайней мере регулярно. Существует много замечательных разновидностей морских водорослей, не имеющих этой проблемы. Так что мы можем получать их противораковую защиту без мышьяка. Мы просим о чуде, а Господь направляет разум к какому-то простому средству. Нам следует есть ту пищу, которая сохранит наше здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова